Уважаемые зрители, всем привет! К нам в гости приехал Дмитрий Мурзин. Дмитрий, подскажи, пожалуйста, какие у тебя свежие впечатления о синтезике? И, может быть, пару советов нашим зрителям, особенно спортсменам. Я знаю, что нас смотрит много спортсменов, взрослых и молодых ребят. Впечатления жесткие. Я имею в виду, у меня сейчас был период реабилитации и восстановления. После травм сделал операции, не буду говорить какие, их было много, аж 7, да? Накопилось. Спорт – это дело такое. И благодаря тому, что я по одной хотя бы капсуле каждый день принимаю синтезит, иногда по две, швы, по отзывам врачей, в том числе, которые меня ведут, заросли гораздо быстрее, чем обычно это бывает. Плюс, напоминаю, операций было много, то есть организм должен был адаптироваться ко всему этому, и у него это быстро получилось. Поэтому впечатления жесткие в отношении жизни, которая была у меня только что, но позитивные в отношении самого препарата, который помог мне очень быстро оттуда выскочить. Хорошо. Может быть, совет спортсменам, молодым, взрослым? Спортсменам совет. Во-первых, дружить с головой и не перетренироваться. Это я по-своему говорю, да? Второе. Не принимать что-либо, что не попадя, которое посоветовали тренеры или спортсмены из качалки, рядом занимающиеся, условно говоря, да? И всегда соизмерять величину риска того, что вы делаете, и на тренировках, и в плане приема, да? С вашими целями. Если цели не слишком высокие, тогда рисковать вообще не нужно. И принимать только то, что действительно себя зарекомендовало, то, в чем вы уверены, по крайней мере, по отзывам. Ну и в частности, синтезит, который я уже, ну, наверное, пропагандирую теперь. Привет. Я Дмитрий Мурзин. В большом спорте уже 15 лет. И в 2020 году на международном турнире по бодибилдингу получил два серебра в паре и лично готовился исключительно на синтезите. Впечатление колоссальное. После двух с половиной лет его использования, здесь это точно попадание в десяточку. И главное, ребят, абсолютно безопасно. Это важно. Принимайте синтезит, будьте здоровы. На связи. Всего хорошего. Победы и здоровья. До свидания.